Римма Быбина Через месяц небольшим в Одинцово откроется выставка работ мастеров со всей России, которую вы привезете к нам. Пройдет она на центральной площади города. Уже заранее анонсируем, приглашаем всех посетить. То, что сегодня представлено в студии, это лишь мало и только от того, что есть. Римма, расскажите обо всем этом богатстве, как удалось сохранить, привлечь мастеров, потому что все чаще звучит о том, что ремесла пропадают, техники уходят, остаются забытыми. Так ли это? Просто глядя на всю эту красоту, кажется, что это не так. А ты вошла в студию. И первый вопрос, который я вам задала, что у вас ассоциируется со словом лоскутное шитье? Что вы мне ответили? Одеяло. Лоскутное одеяло. И все. И на этом фраза ваша закончилась. Коврики. Да. И когда я стала доставать это, я увидела блеск в ваших глазах, интерес. И мне тоже такое душевное тепло. Значит, все-таки не зря мы всем этим занимаемся. Все-таки рекламная пауза не закончилась. Мероприятие, которое будет в Одинцово, оно пройдет 25, 26, 27 декабря на центральной площади. И мы действительно... Сразу планируем. Вот сразу забиваем. Все эти три дня никуда не уезжаем. Мы уйдем в центр города Одинцово с детьми, всей семьей и наслаждаемся красотой. Несколько очень действительно фантастических проектов, в которых участвовали мастера всей России. И, кстати говоря, не только России. Значит, вы представили меня, что я возглавляю ассоциацию мастеров лоскутного шитья. И наша ассоциация организовала крупный фестиваль, который стал лучшим фестивалем в России в номинации «Событийный туризм». И связано это с народным творчеством, с рукоделием. И вообще истоки... Мне кажется, у каждого из нас в генетической памяти сидит. У кого-то это связано с теплыми воспоминаниями о детстве, о бабушке, о деревне, с лоскутным одеялом. Но сегодня эта тема намного шире, намного глубже, намного интереснее, намного позитивнее. И она действительно удивляет людей. Ну что такое лоскутики? Во-первых, просто приятно их перебирать. А когда ты создаешь сам работу, ты уже включаешься в творческий процесс, который для тебя это какая-то психотерапия, с одной стороны. С другой стороны, это, в общем-то, гордость России. Вот наша ассоциация, она объединяет лучших мастеров России. Мы с 2004 года существуем. И путем поездок, путем объединения информационного поля через интернет, через свой сайт, через сейчас социальные сети нам помогают. Мы выявляем действительно талантливых мастеров и очень много учим людей. А сколько вот сегодня насчитывает мастеров вашей ассоциации? Ну, хотя бы примерно, чтобы понимать. И какие регионы? Все регионы. Я потом покажу вам один проект. Мало того, сейчас это не только российское, это реально такой бум во всем мире. Во всем мире бум на терминологию. В Европе это называется пэтчверк. В Америке чаще всего называется квилтинг. У нас это длинное название лоскутное шитье, которое нас все критикуют. Кстати, назовите как-то короче. Нет, не могу. Лоскутное шитье. Лоскутное шитье. Но, но, почему я говорю о широком понятии, да? Потому что это не только лоскутное одеяло, не только картины из лоскутков. Это одежда, это тряпичные куклы. Это аксессуары. Это аксессуары, какие-то сумочки, бусы, брошки. Вот все, что можно сочинить и создать из лоскутков, это вот как раз вот наша тема. Ну, по сути, из лоскутков можно создать все. Сейчас даже картины пишут лоскутками. И об этом мы тоже поговорим. У нас, кстати, представлены... Совсем маленькая толика. Совсем маленькая толика. И за мной потрясающая работа. Очень интересная. И это ведь все без использования красок или каких-то средств. Только лоскутки, только ткани. И знаете, чем отличается наше российское лоскутное шитье? Чем? Потому что во всем мире там бум, но наше отличие состоится в том, что мастера чаще всего выполняют работу без эскизов даже. Они могут зарисовать, что-то придумать, но в процессе работы обязательно что-то изменяется, дополняется. И иногда автор начинает делать и никогда не знает, что до конца. А весь мир шьет по выкрикам. У нас, кстати, когда мы проводим выставки за рубежом, все приходят и говорят, где купить эту выкрику? Они говорят, where is pattern? Where may I buy the pattern? Нету паттерна, нету этой выкрики. И это главное достоинство нашего российского мышления. Это уникальность. Уникальность нашего российского мышления. Мне кажется, это связано еще с тем, что достаточно долго у нас не было всяких приспособлений, материалов, специальных ножей, специальных линейк. И это заставляло людей думать, фантазировать и придумывать. И вот самое главное наше отличие, это то, что мы очень фантазийный народ, выживаем в любых условиях, в любых трудностях, нас все это закаляет. Ну и мастера, естественно, они должны видеть это даже в своем воображении, если невозможно это как-то просчитать. Нам нужно это увидеть и представить. Ну знаете, есть классика лоскутного шитья, когда создается из треугольничков, квадратиков, полосочек, геометрические фигуры. Вот у нас все это есть сегодня. Это классика лоскутного шитья, когда создается сначала, смотрите, блок маленький, да, несколько блоков, потом они вместе соединяются в общую картинку, а уже затем... А тут даже такие мелкие детали. В лоскутном шитье, кстати, чем мельче деталь, тем интереснее. Ну и главное все-таки по цвету. Самое-самое главное это соединить все по цвету. Вот видите, здесь классика. Вот если вы смотрите на эту работу, мне кажется, вы сразу скажете, что это типично русское. Скажете? Ну так, конечно. Скажете, вот мы делали такой проект, и он у нас продолжается. Русский стиль лоскутного шитья. Мы задали за такую задачку мастера шитье маленький квилти к размерам 33 на 33 сантиметра. Вот этот квадратик, да? И как посыпались работы. Причем из-за рубежа посыпались им тоже. Причем и на остальные мастера, но интересно русский тем. И вот, наверное, главные цвета все-таки у нас в России – это обязательно присутствие красного. Красный цвет, красивый, красный. Красный всегда присутствие, ну практически всегда. Вообще проектов у нас много на фестивале. И вот то, что мы покажем в Одинцово, это будет проект работы лоскутного поля. Это достаточно известный проект. Мы первые пять лет проводили свой фестиваль «Душа России» в Суздале. И проект, который мы придумали, назывался «Лоскутное поле». И мастера шили работы метр на метр. Вот, кстати, некоторые работы здесь претенциальные. И мы планировали показать это на большом поле в Суздальском Кремле. И потом поняли, что как-то надо поле такое большое, а людям хочется посмотреть, и мы разложили его в шахматном порядке. Чтобы можно между работами было ходить. И люди ходили, и оказалось, что это так востребовано, что толпы людей стали приходить, и из года в год этот проект у нас рос. И каждый год он прирастал новыми и новыми работами. Мы готовим этот проект «Тысячелетие Суздале», чтобы показать тысячу шедевров в год «Тысячелетие Суздале» в 2024 году. А пока мы отправились в путешествие по разным городам. В Московской области у нас будет вот в этом году, в июле, фестиваль в Коломне и в Зарайске. Вы сказали о том, что мастера не только предоставляют свои работы, не только трудятся на заданную тематику, потому что вы, в общем-то, тоже определяете форму, размер, то есть даете им некое задание. Но они еще и учатся. Вот процесс обучения, то есть я так понимаю, что посетить, если к вам присоединиться на фестивале, то прям можно этим не просто заразиться, а увлечься на всю жизнь. Это болезнь, которая точно не лечится. Это все говорят. Привожу пример, когда ко мне пришла бухгалтер, и я спросила, шьете? Я не шью, не шила и шить не буду. Сейчас человек шьет все, понимаете, участвует во всех конкурсах. У нас, кстати, на фестивале огромное количество конкурсов. Если люди действительно заинтересованы, нас надо найти наш сайт в интернете, просто международный фестиваль, «Лосконный шитья, душа России», в интернете его легко найти, «квилдшоу.ру», ну, просто задать. И у нас есть страничка, где описаны все конкурсы. У нас много детских конкурсов, кстати, и конкурсы связаны и с тряпичной куклой, и с сумочками. Ну, как раз у нас сегодня куклы представлены. И даже в нашем округе ежегодно проходит фестиваль тряпичных кукол. Или авторских кукол. И авторских кукол, да. Дети работают в разных техниках. Вот, кстати, дети, наверное, они более всего податливы. Вообще, насколько молодежь проявляет интерес ко всей этой тематике? И какой возраст мастеров? Очень часто задают вопрос. Почему-то у всех ассоциации, что это шьют бабушки. Ничего подобного. А потому что в детстве каждого была бабушка, которая делала из лоскутков коврики, крючком вязала. Сначала тряпочки разрезались, потом связывались в ниточке. Или шила одеяло. То есть это самый, ну, такой вот, наверное, шаблон некий, который есть... Вспоминания. Да, картинка в голове. Вот она есть. Ну, смотрите, конечно, в первую очередь очень многое зависит от учителя, да, и от первого урока. Если человек получает первый положительный опыт, вот он заражается, он должен сразу сделать что-то очень хорошее, тёплое, доброе и так далее. Сразу связать коврик. Ну, например. Или сшить куклу, бусы. Какую-то небольшую куклу, сделать бусу, брошку, маленький квилтик, маленькую сумочку, просто красивую заплатку для своих джитсов сделать тоже из лоскутков, это тоже тема. И я хочу сказать, что у нас очень много талантливых преподавателей, мы специально как бы стимулируем детей участвовать в конкурсах. Кстати, одежду очень красиво шьют. Иногда соперничают, я считаю, на равных со взрослыми модельерами, детские студии. И когда мы проводим фестиваль, он у нас проходит от 7 до 10 дней, люди приезжают специально, живут, вот там у нас в Суздале было, сейчас будет в Коломне, целых 10 дней, каждый день у них 1, 2, 3 занятия. Они уезжают уже подкованными и могут всё, что угодно творить. Ну и самое главное, конечно же, то, что сейчас информации в сетях, в интернете очень много, если у тебя есть какая-то база, основы, ты не боишься уже, и ты воспринимаешь информацию правильно, ты можешь сам много что делать. А потом иногда, знаете, когда тебя не учат делать так, 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 так. Самое главное – это двигать, развивать твою фантазию. И смело, не надо этого бояться. Но для того, чтобы понимать, в каком направлении двигаться, наверное, надо посещать очень хорошие выставки. Когда ты смотришь работы чужих, ты думаешь, о, а как это придумано, а как это сделано, а я тоже смогу, а вот у меня бабушка делала, а вот мама делала. Самое хорошее, конечно, это когда в семье мама привлекает детей, бабушка привлекает детей, когда вместе что-то делают. Вот этот процесс и объединение семьи с одной стороны, а с другой стороны – это вещь, которая делается. Не знаю, делали ли вы что-то в детстве. Вот часто мамы хранят то, что ребенок сделал. Может, это и совсем не выставочная работа. Точно так же, когда человек что-то сделал, он обязательно это сохранит. Но надо всегда, конечно, ориентироваться на более высокий уровень. Всегда есть к чему стремиться и к чему развиваться. Потому что вот наша ассоциация нас приглашает постоянно на очень крупные, серьезные фестивали. Мне даже жутко сказать, я вот так анализирую, а глядываюсь назад. Я думаю, за последние пять лет мы объездили, наверное, полмира. Мы были в Китае, в Тайване, в Японии, во Франции, в Мексике, Я думаю, за границей у гостей, посетителей ваших выставок, наверное, просто... Дух захватывает. Дух захватывает. Я всегда хвастаюсь. Нет, но я думаю, что это действительно так. Даже сегодня вы пришли в студию, открыли чемодан волшебный просто, все это достали, и уже полредакции здесь. Да, да, да. Просто было еле-еле. Мы из студии попросили всех удалиться, потому что это действительно завораживает, это действительно притягивает. Я рада, что я вас удивила. Нет, удивили на сто процентов. Я думаю, что мы сегодня вместе с вами удивили всех наших зрителей, заинтересовали. Они обязательно в конце декабря посетят выставку, придут, приедут и в Одинцово, и не только жители города, продавал всей Подмосковья. Да, это будет прекрасная точка притяжения. Но если для русского человека это все-таки понятно генетически, и ты понимаешь вот эту связь, вот эту магическую, да, тебя тянет, тебя тянет в глаза, у тебя сразу все горит, у тебя сразу поднимается настроение. Вот видите, я даже говорю, мне слов не хватает выразить все эти эмоции. То я представляю, что происходит за рубежом с иностранцами, когда они это видят, не понимают, как это вообще возможно сделать. То есть это реально некое такое волшебство. Хотите похвастаюсь? Давайте. Нас, значит, пригласили на фестиваль в Осаку, мы поехали группой, привезли свои работы, едем в метро, оформили выставку, едем в метро, и вдруг я поднимаю глаза и вижу в вагоне метро висит реклама нашей выставки с нашими работами. Я так шокирована говорю, давайте посмотрим на другом вагоне. Мы стали перепрыгивать из вагона в вагон, и во всех вагонах была реклама нашей выставки. Представляете, какая гордость за страну. Какая гордость. Я понимаю, что вот эта объективная оценка нашего творчества. И вот побывав сначала там на одном фестивале, первый фестиваль свой в 2006-2007 году организовали в Канаде, первый, и потом информация распространяется очень быстро. Нас пригласили в Хьюстон, потом пригласили во Францию, в Люксембург. Потом вот эти приглашения были ежегодные. Иногда за год мы возили свои выставки в две-три страны. И это стимулирует. А зачем этим заниматься? А потому что, ну да, и ради того, чтобы похвастаться, чтобы другим показать, как это я поехал в другую страну, других посмотреть и себя показать. И это же сохранение традиций, это национальная культура. Я считаю, что это национальная гордость. Вот знаете, мы когда ищем какую-то идею, как прославлять страну, мне кажется, это самый простой способ. И у нас так много талантов, так много талантов. Просто надо помогать, надо реально им помогать. Кстати, есть регионы, которые активно помогают своим мастерам, просто оплачивают им поездки на наши фестивали, там проживания, самолеты. Потому что, я говорю, у нас вся страна, у нас Сахалин, Якутия, там Тюмень, Екатеринбург, ну там Питер, Архангельская область, это все уже достаточно близко. Люди приезжают со всех регионов. На фестиваль к нам приезжают представители более 400 городов, поселков Теревинской России. Но сегодня вот все-таки можно говорить о том, что ремесло сохраняется. И есть некое внимание к этому вопросу. И если еще 10 лет назад говорили, что умирает, отходит, совершенно другое в тренде, то сегодня можно сказать о том, что все-таки у нас есть вероятность того, что мы это сможем сохранить и передать будущим поколениям. Ну, знаете, инициатива, безусловно, в первую очередь идет снизу. И это понимание внутри нашего народа, что да, мы можем сохранить свою идентификацию только путем сохранения своих народных ремесел. В первую очередь. Некого культурного кода. Да. Я не могу сказать, что с такой легкостью, с открытостью идут к нам на поддержку чиновники. Вот честно хочу сказать. Потому что если бы мы не показывали это, отношение к лоскутному шитью, оно такое равнодушное. Что равнодушное. Пока ты не увидел. Вот ты увидел, оценил и понял, что да, в этом вот зерно нашей российской индивидуальности. И надо и помогать, и продвигать. Но понимаете, у нас вот в России... Опять же, вот эти вот точки притяжения по регионам, а сегодня мы говорим о развитии отечественного туризма, да, ведь ремесла, мастер-классы... Это самое главное, что приглашают. Как раз-таки вот эти мастера, они могут тоже ведь стать очень отличной точкой притяжения для гостей того или иного города или региона. То есть ты смотришь город, ты ешь... Вы говорите абсолютно... Блюда, да, и ты посещаешь... Идюй, развитие событийного туризма. Мастер-классы, ты обучаешься ремеслам, исконно русским ремеслам. И вот он... Ну, то есть не надо ничего придумывать. Вы просто рассказываете идею моего фестиваля. А я ничего не знала, между прочим. Да, потому что всегда нужна идея ради чего человек приезжает. Приезжают на футбольные мероприятия, на спортивные мероприятия. А это ты приезжаешь ради того, чтобы посмотреть, научиться и себя показать. Я хочу сказать, что у нас огромное количество иностранцев было зарезервировано на фестиваль, который, к сожалению, не состоялся. Понятно причина пандемии. Но у нас было 500 заявок от иностранцев. Это только те, которые через нас заявились. А те, кто приезжал бы через свои туристические агентства. Интерес огромный. Но еще самое приятное, что после всего этого люди так объединяются на фестивале, что они потом переписываются в социальных сетях, там свои работы показывают. И это, знаете, на сегодняшний день, если мы, например, скажем, что все, пандемии не будет, да? Она скоро закончится. Вся надежда... Конечно, она скоро закончится. Конечно же, закончится. Закончится, жителям. Хотя это была пауза для творчества. Так вот, мне кажется, самый простой способ приглашать иностранных туристов в Россию – это вот через тему лоскутного шестьяна. Причем мастерица, например, вот она сама делает, она едет с мужем, иногда детей своих везет, Россию показать. Вообще интерес к России колоссальный. Несмотря на то, что вот это противодействие политическое, да, такое, споры. Но люди, как это мы говорим, ordinary people, обычные люди, вот обычные люди, они любят Россию. Им интересны и наши истории, и наши традиции, и наши города. Понимаете, когда вот все вылизано, да, когда все вот абсолютно чисто, это уже неинтересно. Знаете, когда парки садовые делают, да, то обязательно оставляют какую-то такую неряшливость, естественность, да, вот и в лоскутном шуте тоже. Понимаете, можно все... Вот я говорю про Хьюстонский фестиваль. Там очень важное соревнование уже идет, как люди работают на машинках, да, как владение машинкой. А вот то, как по цвету подобрать, чтобы это так вот грело, чтобы это было тепло, чтобы это хотелось, чтобы ты хотелось утащить домой, чтобы это дома было у тебя на кроватке. Нам сегодня хочется оставить все в студии, чтобы она просто сияла новыми красками. Приходите на это мероприятие, я думаю, что это будет с удовольствием. Я думаю, что расскажем и о том, как вы будете монтировать выставку, покажем. Конечно же, поговорим с нашими жителями, когда они уже увидят вашу работу. Я думаю, отклик будет большой. Тем более, тоже творческих и талантливых людей в нашем округе огромное количество. И мы тоже за сохранение ремесел и за сохранение исконно русских традиций. У вас есть проект, который вы так пока бережно держите на коленях. Это, кстати, о регионах, об объединении. Расскажите. Ну, давайте расскажу. Такой проект Танечка Мартыновой придумал из Красноярска. Называется он «Возьмемся за руки друзья». Каждый изображает себя. Размер всего нас его 30 на 40 сантиметров. Город Волжский. Ну, вот каждый и подписывает, как тебя зовут, и какой это город. Ну, сейчас вот потихонечку все покажу. Но суть все в том, что мы говорим, возьмемся за руки друзья. Вот, например, у нас Елена Сетенова из города Апатита. Вот если мы вот так соединяем, вот видите, у нас руки соединяются, и таких работ очень много. Сейчас я еще покажу. Вот у нас Ольга Тимофеева из города Сысерть. Внизу подписано, да, вы, наверное, видите это. Сейчас я покажу. Елена Малых из города Тюмени. Да, вот так мы объединяемся. Кстати, из моего родного города. Да. Вот Валевич Галина из Ачинска. Вот это Римма Быбина из Москвы. Это я. Ну, вот я взяла несколько работ, но таких работ у нас больше. Это легко узнать. Ой, прям портрет. Подстриглась, да. Ну, вот смотрите, каждый изображает себя. Это же приятно себя изобразить. Эти работы дарятся в этот проект. И когда мы вдоль заборов вывешиваем, это огромная-огромная такая вот... Сколько работ всего вот в проекте? Ну, сейчас, наверное, около 200, но люди присылают, он продолжается, мы его не останавливаем. Кто хочет... Какая реакция у тех, кто видит все это? Ну, что, они фотографируют, и все говорят, я хочу, я хочу. Мне кажется, это так легко вводить. Во-первых, маленькая работа, она не так другое. Единственное, надо соблюдать расстояние. Вот здесь у нас на сайте это описано. Чтобы вот здесь были точные расстояния, по-моему, здесь 5 сантиметров, здесь не помню сколько. Чтобы руки соединились. Да, чтобы руки у нас соединились. И тогда вот у нас и это есть проект «Возьмемся за руки, друзья». Опять же, это про объединение, про дружбу, про творчество, про развитие. Да. И про то, что мы все разные, но мы вместе. Ну, да, вот вы все подытожили, все четко и понятно, да. Но я приглашаю, вот действительно, вот этот проект «Русский стиль в лосковом шите». Просто надо шить квилтик размером 33 на 33 сантиметра. На сайте у нас все подробности есть. Вот тоже из этой же темы, да, есть геометрия, есть аппликация. Тема на ваше усмотрение. И тема игрушек мне хочется о ней тоже рассказать. Вот здесь сзади меня есть сумочки, куклы. Много кукол представлены. Кстати говоря, когда мы ищем тему для сувенирки, да, вот российская сувенирка, мне кажется, всегда надо обращать внимание на то, что делают наши мастера. Потому что первое сочинение... Мы же устали от китайской сувенирки, которая, кстати говоря, не только заполонила Россию, но во всем мире практически одно и то же. Я вам хочу сказать, что вот последние годы, когда, даже я могу сказать это четко по себе, своей семье, если мы куда-то выезжаем за границу или в другой город, уже даже сувениры не покупаешь, потому что они все настолько однообразные. И ты понимаешь, откуда они, кем они созданы. То есть они не несут в себе ничего, то есть ни какого-то кода. Еще там лет 15 назад я, например, когда ехала в какую-то страну, я привозила кукол. Я коллекционировала кукол. И все, кто меня знал, мои друзья, они мне тоже привозили из разных стран национальных кукол. Потом мы посмотрели «Made in China». Ну, потом это да, это стало превращаться вот в это. И просто я все кукол передала в детский сад города Одинцова. Решила всю свою коллекцию отдать. Пускай дети изучают. Ну, почему нет? Но, тем не менее, вот хочется действительно, чтобы какой-то сувенир, он отражал дух и был пропитан тем местом, откуда его привезли. То есть, когда ты брал его в руки, ты точно понимал, что вот я побывала в Суздале, и вот она мне дорогая, эта кукла, потому что она мне ассоциативно дает мне те воспоминания, которые я прожила, находясь в этом городе. Знаете, еще какой вопрос сейчас мне задают? Насколько эта профессия кормит или не кормит? Кто занимается этим? Да, хочу сказать, что по статистике очень много... Неприлично задавать такие вопросы. Сколько вы зарабатываете? По статистике, кстати, среди тех, кто увлекается лосковым шестером, очень много бухгалтеров, экономистов и врачей. В общем, это люди, которые умеют не только считать деньги, но и зарабатывать. Нет, ну тут есть какая-то математика, когда ты рассчитываешь блоки и так далее. Но дело все в том, что когда человек очень много работает с бумагами, вот ему хочется заниматься еще творчеством, он уходит вот в эту область. И еще, как ни странно, многие говорят, нет времени, не хватает времени. У нас среди мастеров очень много многодетных мамочек. То есть у них, видимо, не 24 часа, а 48 часов в сутки. То есть они находят время на создание шедевров и участвуют в наших конкурсах и так далее. Поэтому, когда кто-то говорит, нет, это трудно, это долго, я хочу сказать, это отговорки, главное желание. И это тяга, которая иногда тебе не дает возможность спать. Идея у тебя крутится, ты можешь уложить всю семью и бежать быстрее в свою комнату, на кухню, где-то сочинять, шить и так далее. Не всегда это нужно, там, большое пространство и мастерская. Иногда люди на коленке это шьют, много ручного. Хотя сфера очень активно развивается. И швейные машины сейчас могут делать все, что угодно. Есть такие, я знаю, слышали термин long arm machine, длиннорукие машины, которые ты просто программу вставляешь, и он тебя стягает, как ты хочешь. Потому что лоскутное шитье – это ведь не только набор лоскутиков, но это обязательно как бы такой сэндвич трехслойный. Вот верхнее это мы называем топ, бэк – это на задней части какая у нас тканюшка, и внутри у нас прослоечка. Ну, это бывает или синтепон, или там куча всяких сейчас новых материалов. И все это вместе простегивается. Вот этот термин английский – to quilt, стягать, он объединяет то, что все три слоя, они простегнуты или прошиты вместе. Вот какие-то маленькие вам секретики рассказывают. Поэтому всех ждем на этом грандиозном празднике. И я понимаю, что и нам будет гордость большая. Я думаю, что многие московские мастера приедут. Не знаю, может быть, мы договоримся, чтобы какие-то мастер-классы проводили. Там и для детей, и для взрослых. Поэтому не выбрасывайте лоскутики свои. У нас есть время до конца декабря, до 20-х чисел декабря собрать лоскутики у себя дома, в домах бабушек, дедушек. Все это собрать вместе и прийти на выставку, посетить мастер-классы, пообщаться с мастерами, может быть, действительно. И последователей будет больше. Потому что этим можно заниматься независимо от времени года, независимо от времени суток, независимо в каком количестве. Кстати, это отличный способ провести с пользой и время с детьми, пообщаться, заняться общим делом. Ну и честно говоря, пастись от депрессии. Все-таки есть тяжелые времена, когда человеку тяжело, плохо, много негативной информации на телевидении, на радио и так далее. И ты это отключаешь, тебе надо на что-то переключиться. И вот это, когда ты работаешь руками, ты взаимодействуешься с своей душой, своим сердцем, своими воспоминаниями. И ты, ну это такое лечение. Ну еще и колористика. Ой, колористика, да. Ну просто она, да. Практически арт-терапия. У нас сегодня на канале арт-терапия благодаря Риме. Спасибо вам огромное, что вы приехали. С нетерпением ждем выставки. И до скорой встречи. До скорой встречи. Надолго не прощаемся. Действительно, сегодня преобразили нашу студию. Я хочу пожелать всем, чтобы в вашей жизни было как можно больше ярких моментов. Присоединяйтесь к движению. Начинайте шить. А я благодарю всех мастеров, которые находят время, желание сотрудничать с нами, работать, участвовать в наших проектов и жду новых участников. Спасибо вам, Римма. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»